И в первую очередь хотелось бы поблагодарить организаторов конференции, которые помогли, ну впервые, да, я постараюсь погромче, представить результаты теоретических исследований в виде программного продукта, именно так как программный генератор моделей в форме сети и петли, на такой конференции, которая меня продолжает удивлять. Конечно же, среди методов моделирования исследовательных систем, такие как автоматы, их расширение, логические системы, алби-происчислений, все эти петли занимают достойное, я бы сказала, другое место в современных теоретических исследованиях. Пришлось поработать над тем, чтобы показать их практическое объединение, в частности, создательные программы, которые были доступны в открытом доступе, сети и петли. Дело в том, что сети и петли – это большой класс графического и математического описания параллельных систем, поэтому, когда мы говорим о сети и петли, мы должны сказать, что это класс или расширение, то есть определенные сахартические или раскрашенные сети. В данном докладе будет идти лечь о использовании классических сетей и петли. Из множества практического применения сетей и петли, как параллельного программирования, схемы параллельных программ, естественно, моделирование производственных систем, транспортных систем, мне бы хотелось остановиться в этой презентации на верификации сетей и петли. Для работы и построения моделей формы сетей и петли и дальнейших исследований объектов этих моделей мы используем программное обеспечение, которое люберно предоставляется в открытом доступе. Это моделирующая система ТИН, лаборатория ПЛАС, это моделирующая система СЕГМЕНТ ТУЛС для раскрашенных сетей и петли, ну и информативный сайт Патеринет БОДС, где вы можете подчеркнуть всю текущую ситуацию в области сетей и петли. Что было разработано, в частности, управление для использования в сетей и петли, это Опер, Апас, Нелок и Дмитрий Анатольевич, представляем вам на своем программном обеспечении, это Дебор, Адриан, Парад. Небольшое введение в сети и петли. Используются четыре простейших графических элемента, позиция в виде кружочков, прямоугольничек или квадратный переход, туга, которая соединяет разные элементы графа, и фишка, которая находится в позиции, или множество фишек, которые показывают маркеровку сети петли. В зависимости от абстракции, эта фишка может быть и к чему угодно, от сообщений, которое передается в сети, это может быть адресом получателя, это может быть размером буфера, коммутатором, шортизатором и так далее. Особое правило срабатывания перехода, на котором, собственно говоря, и строится симуляция модели. Переход является активным, обычно его подкрашивают красным цветом, то есть горячим файлом. Если активным, если в его входных позициях количество фишек равно весу других. В данном случае одна фишка есть, и во второй позиции пять фишек, поэтому переход Т1 активный. При срабатывании перехода под мировой количество фишек, равное весу других во все свои выходные позиции. И вот эти числа, это называется маркировка позиции, меняется на вес других. Рассмотрим модель простейшего, мы будем называть рекомендационного протокола, поскольку я представляю вот так отдельную связь. Протокол с подтверждением. Позиция Р1 или В1, это, допустим, рабочая станция, это север ниже. Так, будем так показывать. Сервер, все остальное, это, собственно говоря, передача сообщений по сети с ожиданием подтверждения. На следующем слайде показана динамика работы. Итак, срабатывает первый переход, то есть формируется сообщение от рабочей станции серверу, сообщение в сети, рабочая станция переходит в состояние ожидания подтверждения. Следующий переход срабатывает, это получение сервера сообщения и готовность отправить подтверждение в рабочей станции, что сообщение получено. Срабатывает этот переход, отправляется подтверждение в сеть и последний переход, или иначе последние действия, рабочая станция получает подтверждение и протокол возвращается или модель в изначальном состоянии. Поэтому мы его назвали «постейшим», чтобы он реализует односторонние передачи данных. Отверждение. Особенностью сети Эпи-3 очень важной для тех, кто на вере и строит модели, является построение пространственных состояний, в данном случае это конечное пространственное состояние, которое называется графом достижимых блокировок, в котором показаны все состояния, в которых находятся модели. Это очень важно, как, во-первых, для отварки модели, вот, это то же самое, что отварка программы. И, во-вторых, можно сразу увидеть ошибку либо в модели, либо, поскольку модель строится по изначальной спецификациям протокола, увидеть ошибку в протоколе. Сделаем более расширенную модель двустороннюю передачу данных к подтверждению. Вы видите, что мы просто-напросто скопировали зеркально вторую часть для передачи сообщений. И все должно быть вроде бы в порядке, потому что первое, на такую в одну сторону, работал без ошибок, никаких проблем не было. Она там появляется. Это не фокус, это жизнь, которая показывает, что действительно в протоколе убывают ошибки. Если передает рабочий остался сообщение в сеть и в сервер то же самое, или это просто взаимообмен двух компьютеров, получается, что ресурсов для получения сообщений одной и другой стороной. Опять же, это либо ошибка в спецификации, то есть так описано, либо надо что-то делать с моделью. В данном случае будем делать что-то с моделью. Что мы делаем? Мы просто добавляем перемен, переход, для того, чтобы распознавать вот такие вот коллизии. В данном случае, если коллизия наступает, то мы возвращаем оба передающих устройства в начальное состояние. То есть они оба опять становятся в состоянии формирования сообщений. После того, как мы немножко познакомились с сетями Петрии, моделированием, мы перейдем уже к теме доклада. Работать с маленькими моделями очень просто. Построение модели это фактически несколько минутное дело и было вкладка, потому что моделирующие системы достаточно мощные для работы с элементарными моделями. То, когда мы имеем дело с телекоммуникационными протоколами, я, естественно, сразу хочу сказать телекоммуникационные, потому что у нас обстоит такая ситуация, что провайдеры связи у нас являются международными по внедрению и другого программного обеспечения. не накутанные фирмы лидируют на рынке провайдеры связи. Для того, чтобы работать большими моделями, более того, которые имеют регулярную структуру, то есть имеют повторяющиеся элементы, необходимо принимать какие-то мы предлагаем создать программу, то есть использовать генераторы модели на входе три параметра, то есть это размер модели, допустим, 2 на 2, 3 на 3, размерность, это в скальпимерном пространстве мы будем строить модель, ну и, естественно, ваткировка, то есть распределение фишек по позициям системы. Дальше идет, собственно говоря, программа генератора, и на выходе установился файл. Поскольку мы работаем с моделирующей системой ТИМа, то мы можем представлять выходной файл либо в логической, либо в графической форме, благодаря тому, что теперь достаточно активно работает секция МССА, которая проводит Ирина Тойч, то существуют программы, которые позволяют предоставлять полученную ВДР или в логической форме результаты, расширения, которые подходят для других моделирующих систем. На сегодняшний день в открытом доступе находятся генераторы для различного вида решеток, квадратные, треугольные и так далее. Естественно, мы очень кормимся генераторы гиперкоба с различными микроэдеринными условиями, которые достаточно реальны, приближают нас к реальным сетеринским структурам. И уже говорили о гипертуре и гиперкобе с соответствующим сайцем. Все они выложены на гитхаб, это одно из таких средств, которые доступны нам, чтобы были доступны вам. На этом слайде представим пример квадратной решетки, которая генерирована с помощью генератора. Основным элементом является коммуникационное устройство, мы его в общем называем коммуникационное коммутатор и маршрутизатор, реализует полнодушный режим передачи данных с обязательной эфиризацией. Модель этого устройства представлена на слайде. Каждый порт состоит из двух частей. Это выходной порт, входной порт. На входном порту разделяется перенаправление пакета на остальные три порта. И для каждого из них предполагается свой буфер, серединная позиция это ограничитель на размер буфера коммуникатора. В каждом порту есть ограничитель буфера порта, конечно же единичка, поскольку мы принимаем только одну саршу. И собственно говоря модель этого устройства будет одинакова только с различным количеством узлов, как треугольные решетки, даже слугольные решетки, ну и если будут решетки, какие-то формы решеток, о которых мы задумываемся и предлагаем вам тоже предложить свои примеры, которые на сегодняшний день актуальны, а более того как актуальны в будущем это мы подключим решетки. При генерации модели решетки любого размера сначала вводится правило композиции. Правило композиции, которые позволяют нам строить решетку любого размера и размерности. В данном случае описываются правила как мы объединяем граничные элементы и правило вычисления для угольной решетки это в принципе не важно как находится сосед, а вот для других решеток вычисление следующего элемента становится небольшим программным в ходе. Представление опять-таки либо графическое, то есть описывается переход, имя перехода, перечисляются его все входные позиции и после стрелочки перечисляются все его выходные позиции. Дальше позиция с маркировкой, если это необходимо. У графического представления кроме описания позиций перехода еще добавляется описание дуги между какими графическими элементами эта дуга находится. Небольшая программа, часть программы формирования решетки на плоскости. Что здесь важного в этом программном примере? Что формирование решетки для того, чтобы она была читабельной, то есть действительно была прямоугольной при получении результата, считается сдвиги по оси Х и по оси гиблии. И дальше идет стопа программа под программа формирования этой ячейки результивающей файлы. Вот здесь представлен тоже программ, в котором идет явная печать перехода в позиции с нужный ток со смещением, которое вычисляется с помощью предыдущего примера. Если генератор на плоскости это достаточно простая реализация и в принципе понятная даже школьнику, то когда идет дело многомерным пространством, то мерное для нас очень-то ограничение доставлений дальше все зависит от того на каком свежем острове мы находимся. У вас конечно прекрасно подсыхается и работает. Поэтому здесь предлагается некоторый небольшой алгоритм построения результирующего файла для многомерных пространств. Перечисление узлов для заданных параметров программы, гумерация портов на кранях гиберкуб лединичного размера, потому что это является основой для построения модели. Дальше вводится правило именования совмещенных позиций, то есть портов иначе. Реализация краевых условий. Открытая решетка это значит решетка без терминальных устройств. Замкнутая это присоединенные устройства тора и гибертора. Усеченные устройства это когда не все порты присутствуют в граничных узлах. И последнее это когда по всем границам решетки присоединены терминальные устройства. Ну и реализация различных окрестностей это тоже навесит задач, которые совершаются с использованием моделей которые генерированы с предлагаемого программного обеспечения. Небольшой пример крайних условий. Вот что значит терминальные устройства на границах. Здесь терминальные устройства непростейшие которые просто отражают сообщения с форта в корт а с буферизацией. То есть с выходного форта сначала сообщение поступает в буфер и дальше опять идет так одно вот устройство. Усеченные устройства то есть решетка 3х3 только один элемент центральный это реальное устройство которое рассматривается в этом примере все остальные то есть это фактически еще дополнительное множество устройств которые позволяют нам решать задачи с реальным условием для трехмерного пространства представляется таким образом номер вовсе порты мы здесь отходим от системы для плоских решеток потому что мы используем грань куба чтобы показать номер номер порта в зависимости от начала координат и от оси которая используется на трехмерном пространстве это видно лучше всего то есть данное устройство с индексом наверное 4 3 2 1 как пример для композиции решетки заданной размерности и размера тоже небольшой фрагмент программы для перечисления узлов фрагмент уже формировали наизутирующий файл построение решетки многомерного наностранства то есть для начальника для реализации программного генератора основой является теоретический результат которые были представлены в теории бесконечных сетей P3 как я уже говорила что сети P3 это множество классов просто к сочетанию сетей P3 добавляется какая-то характеристика в данном случае мы добавили свое слово первое оно произучало по-английски в данном случае показана модель формы бесконечной сети P3 для генератора произвольного размера сетей того как модель сгенерируется то есть это конечно хорошо построить модель дальше на ней идет очень серьезная теоретическая работа потому что верификация протоколов то есть решет модель протоколов это неприятная задача все эти P3 предоставляют очень мощное средство для исследования корректности протоколов видимо такое понятие модель идеального протокола который говорит что модель протокола должна обладать свойствами ограниченности активности живости стациональной повторенности после построения модели именно исследование этих свойств это следующий этап в котором уже включается моделирующая система и любая которая позволяет найти эти свойства по результатам исследования делается вывод обладает она свойствами или нет то есть есть ли ошибка в протоколе или нет квалификация протоколов как я хотела вам сказать на своем пути в котельной связи не очень многие занимаются сложной задачей мне бы было бы очень приятно если присутствующие интересы или они являются профессионалами уже в этой области потому что мы применяем наш инструментарий то один из инструментарий в которых была внесена наша научная работа это сети 3 расширение бесконечной сети фактическом применение разработаны генераторы решеток на плоскости с различной размерностью узла для треугольных решеток оказалось очень интересно построение модели потому что если треугольные решетки все узлы одинаково то треугольные решетки упали треугольничек вверх и треугольничек поэтому мы задумались о том что существуют решетки с различными видами узлов где они применяются и возможно ли их исследовать предложить правила композиции для них построены модели были использованы для доказательства свойств бесконечных сетей и как результаты для верификации протоколов и конечно же публикации публикации самая последняя публикация они все в одном доступе стараемся публиковаться так чтобы наши работы результаты были доступны в силу это с профессором из Нидерландах Грутом верификация репертора с помощью бесконечных сетей и алгебра процессов конечно же очень важная для нас публикация в журнале комплекс систем сложной системы журнал не имеет фактора но он интересен тем что практически все исследователи сложной системы и у нас серия публикации в семнадцатом году две части вышли по планированию и исследованию решеток различного различной размерности и алкоголизма надо медленно сказать спасибо за внимание в премьер min м м м м м м м м а Коллектие состоит в чем? Почему опять-либо используются эти виды? Что из множества активных переходов выбирается один, но любой. Любой. То есть для перификации, для проверки коллективности это очень важно. Поэтому, если мы фишки взлетом обратно, ну представьте, то у нас два активных перехода. Вот этот активный переход и этот активный переход. Из них выбирается любой. Допустим, срабатывает вот этот вот переход. Рабочая станция передает сообщение в сеть и переходит в состояние ожидания. После этого другая картинка. Становится тоже два активных перехода. Остается этот активный переход. И становится вот этот вот активный переход. Из них тоже выбирается любой, но один. И не сервер принимает сообщение, которое к нему приходит, а он сам отправляет сообщение. И вот срабатывает этот переход из двух возможных, и поэтому возникает коллектив. Ну иначе тут нет. Вот, давайте, вот есть, да, изначально. Просто если бы можно маркером было нарисовать, или здесь была тоста, мы бы быстро это воспроизвели. То есть сейчас два активных перехода, вот эти вот. Срабатывает переход, фишка перемещается сюда, а это здесь остается. Опять становятся два активных перехода. Этот, который был активным, ничего не поменялось, и становится этот активным. Выбирается любой. Отправляем сообщение в сеть. Все. Но эта ошибка не протокол. Эта ошибка была, то есть не в модели. Несмотря на то, как описан такой. Кондития председательного образования, как я понял, один недельный источник какой-то физический и его выдаст. Это, это может быть. Может быть и так. Но, опять-таки так. Как мы рассматриваем? Может быть, мы принимаем так. Да. Можно ответить на вопрос по поводу, там, следующих задей, сколько там дегенераторов, как-то постановка задачи для этого генератора. То есть, если честно, это не совсем понятно. Вот входные параметры, то есть вот это единичное, единичный элемент, из которого собирается решетка, он у тебя не тоже? Или он как-то задается и откуда берется, например? Модель коммутирующего устройства, это вот то, что я вам привела. Модель коммутирующего устройства, в данном случае для построения четырехугольной или квадратной решетки. Если мы хотим построить треугольную решетку, один порт убирается. То есть, параметрическое представление очень легко для любой размерности. То есть, если мы хотим шестиугольник построить, просто в рассидингах есть модели треугольной и шестиугольной решетки, я их не стала выносить на презентацию. Если нужно шесть, еще два точно так же добавляем. Это понятно. Непонятно, что собой представляет вот эта вот ячейка. То есть, это для, например, одного протокола она будет одна, а для другого протокола она будет другая. А сеть целиком, это получается типа топология каких-то сетевых устройств, которые соединены друг к другу. Давайте обратимся к телекоммуникации. Телекоммуникация, например, мобильная связь. Это сотая. Это один узел в виде шестиугольника. Поэтому при исследовании мобильной связи узел будет в виде шестиугольника. Для радиовещания и телевидения это правильный треугольник. Поэтому это будет в виде треугольника сначала. То есть, если мы хотим исследовать сеть протокола. Если мы исследуем стандартные гриды решетки, что это? Не в этом вопросе. Да. В этом вопросе. Логика протокола. Я знаю один протокол, например, TCP. Его можно представить в виде решетки, сделать, например, затенять модель каких-то сервисов, которые общаются друг к другу по TCP. Митя Анатольевич верифицировал TCP протоколы, построил его модель. Но здесь идет речь о модели протоколов с регулярной структурой. То есть, когда узел имеет одно повторяющееся устройство. То есть, для решетки. Ограничение решетки. Любого вида. То есть, не любого вида, а узлом любого вида. И в треугольной была уже комбинация двух элементов. Хорошо. Вот эта вот сама ячейка для каждого протокола скроется руками отдельно? Нет. Есть параметрическое описание. В зависимости от количества. Нет, нет, нет. Вот эта вот ячейка, модель вот этой ячейки, она теперь венерируется программой. Она теперь венерируется программой. Нет. Еще раз. Вот. Единичная модель вот эта, которая на картинке сейчас порисована. Ее же минут человек порисует, а? Да. Венерируется программой. Или нет? Я вот это. Скорее, в глубином описании. Пусть можно сказать, что квадратный решеток с каким-то параметром, либо рисовался каждую минуту по земле. Я вам скажу. При генерации, да, при генерации решетки мы всегда оговариваем. Это решетка квадратного вида, треугольного или шестиугольного. Дело в том, что поначалу мы действительно для треугольной решетки нарисовали треугольничек, для треугольных треугольничек, а потом мы заметили, что это можно написать в общем виде. Иначе параметризировано. То есть добавится в характеристику n – количество портов. И мы просто вводим n – это количество портов для устройства, которые для цельчика и движутся. Я думаю, мы еще раз поблагодарим докладчиков. Спасибо. Спасибо.